Незаконная вырубка в Украине достигла масштабов экологической катастрофы. Нелегально уничтожают сотни гектаров, вывозят тысячи кубометров леса, при этом наказанных единицы. Кто крышует схемы о зеленой коррупции в материале Жанна Дучак. Вот украли, спыляли такие леса и вот такие оставили. Ни уборки, ни посадки, ничего. На этих кадрах результаты хозяйствования в Людвиківском лесничестве. Сотни пней и гитары пустоши. Масштабы вырубок поражают. Это уже мы в Верховинском районе. Видим масштабы вырубки леса. Вот таким образом вырубают наши Карпаты. Очевидно, что керенки даже лесгоспу, прокуратура скажут, что это все законно. Коррупционная схема в лесной отрасли хорошо отложена. Одни рубят, другие покрывают и все при деньгах. Раскрыть ее нам помог один из лесничих. Показывать свое лицо на камеру мужчина боится. Говорит, самовольные вырубки есть в каждом хозяйстве. Проследить за всем невозможно, но в итоге штрафуют именно лесничих. Вот этим используются такие вот нечистки на руку. Ревизорицы, околы. И они, значит, представляют вот так вот такой прайс. Маете вот столько штрафов, маете столько тысяч. Хочете, а не еще вот платить на кишень. Ну и выходит в десяток раз меньше, потому что там выходит, может быть, 500 тысяч, 600 тысяч. Там больше какие-то астрономические суммы, которые вообще не реально кому-то заплатить. Потому что, чтобы не иметь никакой ответственности криминальной и так далее, то просто змушені працівники лесу идти на такую справу, как хабар. По словам лесничого, схема отлажена и работает, как швейцарские часы. В нашем лесу Аспе это где-то 50 тысяч было, 70 тысяч. Доллар? Нет, гривень. Порахуйте, сколько лесничих, умножьте на эту сумму. Эти деньги собираются из лесничих, соответственно, они покрывают. Не очень честно, мы скажем, такими способами мусять покрывать. Снова же, просто рубается лишний лес, который не мог бы рубаться. В мае этого года Ивано-Франковский при получении взятки задержали одного из чиновников экологического контроля госэкоинспекции области. Конверт с долларами лесничий передал инспектору здесь, возле кафе. Но пересчитать деньги чиновник не успел. Его сразу задержали правоохранители. 7 тысяч долларов контролеру принес один из лесничих Болеховского лесхоза, якобы за то, чтобы его участок исключили из списка проверки. Был факт. Ну, за что давал, я не буду говорить. Часто приезжал. И не раз вымагал, как я розумею. Ну, я говорю, это не телефонный разговор. В местном управлении СБУ говорят, что чиновник поставил дело на поток. В процессе документования деятельности посадовца было выявлено факты, которые свидетельствуют о том, что он налагодил схему из отримания неправомирной выгоды из посадовых осіб лесового господа. Кассиру за взятку грозило до 12 лет тюрьмы. Но пока дело дошло до суда, статью переквалифицировали на злоупотребление влиянием. А за это наказание мягче. Чаще всего это штраф. В то же время в прокуратуре говорят, что о систематических взятках чиновника им ничего не известно. Его устранили от должности до решения суда. Сейчас он находится на свободе. Благодаря внесенному залогу почти в 300 тысяч гривен. Жан Дучак, Зенови Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.